Вот когда вот это все он вам сказал бы, тогда вы сказали. Муж не помогает с грудничком, хотя так хотел детей. Он хотел детей, когда вот ребенок уже взрослый, ходит сам на горшок, кушает, и он просто садится на колени и говорит, папа, ты лучше. Вот он такого ребенка хотел. Он не хотел ребенка, который ревет, пукает, срется, постоянно жрать хочет, рыгает, который болеет, у которого зубы. Он не хотел такого ребенка. Ни один мужчина не мечтал об этом. Потому что ваш мужчина не был готов к этому. Он не знал, что будет. И вы ему не рассказали. Он сказал, я хочу детей. А вы сказали, окей, ты хочешь детей. Да я тебе расскажу, что тебя ждет. Семь из девяти месяцев я буду мегерой, потому что у меня будет токсикоз. Я буду хотеть то сладкого, то соленого. Я буду тебе мозги делать. Ты не будешь чувствовать сексуального желания ко мне, потому что я растолстею. И твое сексуальное желание пропадет. И ты будешь смотреть на других баб. А я буду тебя сильно ревновать. Вот тебя что ждет. В конце я буду сильно волноваться и выносить тебе мозг. А потом я рожу ребенка. Это будет больно. После этого я буду выносить тебе мозг еще больше. Потому что ребенок будет спать два через два. То есть он два часа спит. Потом ему нужно кормить. И даже ночью. И придется просыпаться каждые два часа. Понимаешь? И я означает, буду тебя будить. А потом у меня может пропадет молоко или мне нужно будет его сцеживать. Я буду очень уставшая и злая. Я не смогу тебе варить обеды и так далее. Ты будешь мне помогать. И потом этот ребенок будет сраться и ссаться. И тебе нужно будет эти пеленки стирать, покупать памперсы. Ты хочешь по-прежнему ребенка? А дальше будет что? А дальше будет еще хуже. Потому что когда ребенок начнет не спать. То есть он будет не спать больше, чем два часа. Ты будешь с наслаждением или с восторгом, с ностальгией вспоминать те времена, когда он спал. Потому что он начнет не спать ночью. Он будет не спать четыре часа ночью. И тебе нужно будет с ним играть. И он будет орать. А когда начнется три месяца, у него начнется болеть живот. Потому что будет развиваться желудочно-кишечный тракт. У него будет болеть живот. И будет давать ему укропную воду. И он будет орать постоянно. А потом у него начнутся резаться зубы. Он будет орать постоянно. А потом он еще будет болеть. Ты хочешь по-прежнему ребенка? Первое слово ты от него услышишь в два года. Хорошо. Но тебе придется все эти два года жить в аду. Ты хочешь ребенка? Понимаете? Вот если бы вы с ним вот так поговорили, он бы был к этому готов. Если бы он был к этому готов, тогда бы он бы сказал, знаешь, я либо готов это все, я так хочу ребенка, что я готов тебе помогать с грудничком, я готов тебе не спать ночами подниматься, я готов помогать тебе сцеживать молоко, я готов брать на себя, готовить тебе еду, я бы готов ходить с ребенком гулять, я готов тебя отпускать подружками сидеть с ребенком сам, понимаете? Вот когда вот это все он вам сказал бы, тогда вы сказали, ну я, хорошо, все, сколько ты книг прочитал по воспитанию детей? Он сказал, пять, ну хорошо, пять книг прочитал по воспитанию детей, как будет ребенок развиваться, я теперь готова родить. Пока мужчина не прочитал пять книг по воспитанию детей, нахер с пляжа, не рожайте, вы останетесь одна и будете потом, ну как же он хотел, он хотел, он говорит, да я хотел, что-то передумал, знаешь, роди назад его, что-то я передумал, какая-то херня, я вот этого вообще всего не ждал. Я думал, как бы ребенок сразу будет такой родиться, как бы крепкий, такой красивый, и сразу мне скажет папа, и я с ним пойду футбол играть. Вот, я подумал, а потом я буду его показывать, как бы своим друзьям, скажу, вот мой, как бы, я типа мужик уже настоящий, у меня ребенок, да. А тут как-то херня получается, я что, не понимаю, что он орет, что я не понимаю, что он... Женщина хоть понимает, что он знает, что ребенок хочет, она чувствует это, а мужик-то вообще не в курсе, он вообще не просекает, орет и орет. У нас нет этого чувства, ну, с ребенком, этого чувства понимания. Он хочет сейчас есть, или он обосрался, или он хочет играть, или ему скучно, или он хочет маму увидеть, да хер его знает, что ему надо. И вот мы пытаемся угадать методом, знаете, научного тыка. Пожать ему там, сменить пеленки, да что ж ты хочешь-то, блин, когда ты уже начнешь говорить-то.